А сейчас у нас время выступления Тимофеевой Елены. Я видела, что вы есть. Готовы ли вы, Елена? Елена? Да-да-да. Так, сейчас. Все, подключайтесь, пожалуйста. Так, здравствуйте, дорогие колени. Представлюсь. Сейчас открою презентацию. Значит, я Тимофеева Елена из Владивостока. Работаю в частной школе Дарина. Мы центр образовательный. У нас школа детский сад. И в ТРИС технологии мы уже в течение 10 лет. Ну, меня попросили непосредственно поделиться опытом работы по русскому языку и литературе. Поэтому вот только часть этой работы сегодня я представлю. И как раз я буду говорить вот в том курсе, русле, о котором Алла Александровна упоминала. То есть я, в общем-то, об инструментах. Как переложить ТРИС непосредственно в целый курс, или точнее, как курс выстроить на инструментах от SM-ТРИС. Вот это на самом деле очень непросто. Я попытаюсь сегодня дать только лишь некоторые аспекты своей работы. Ну, все представить не получится. Но начнем с языка. Хотя, может быть, время ограничено. Может быть, я литературу и не успею совсем. Значит, ТРИСОТОСМ в русском языке у нас представлен в следующих направлениях. Это, первое, организация учебным исследованием. Мы исследуем, в первую очередь, признаки лингвистического понятия или термина. И выявляем языковую закономерность, когда открываем какое-то правило орфографическое или пунктуационное. Следующее направление – это составление алгоритмов и моделей. Ну, и очень важная часть – это создание творческого продукта. Это не значит, что все идет отдельно. Оно на самом деле все взаимодействует с друг другом. Ну, так некоторые вот какие-то моменты мне хотелось выделить. Значит, курс строится на системно-действительном, проблемно-ориентированном и функциональном подходе. Сегодня вот время ограничено. Я про то, как это реализуется, не буду. Кое-что будет видно. Но не все моменты, конечно, будут понятны. Особенно там функциональный подход. Ну, начнем. Значит, первое – организация учебного исследования. Да, значит, мы работаем с детьми в двух направлениях. Это исследование признаков грамматического понятия или термина. Не секрет, что работа с термином, с понятием вообще составляет трудность для учеников, особенно для младших школьников. Я не сказала о себе. Я вообще учитель русского языка и литературы, старшей школы по основному своему образованию. Но уже не так сложилось, что мне пришлось спуститься на ступень ниже. И сегодня диапазон моей работы учеников – это начальная школа и среднее звено по седьмой классу. Ну, вот такой у нас возрастной разговор. Поэтому мне пришлось спуститься к малышам, к начальной школе, в начальную школу, посмотреть, какие, увидеть, какие там проблемы, особенно вот в теоретических знаниях. Поэтому курс сегодня мы выстраиваем таким образом. Значит, в каждом учебном разделе мы определяем основные учебные понятия, с которыми ученик, ну, вот по стандарту, по программам должен познакомиться, он должен освоить. Затем в этом понятии определяются структурные элементы основные, и по структурные выстраивается последовательность изучения этих элементов, и затем уже выбирается непосредственно способ, инструмент для исследования учебного материала. Ну, здесь на слайде вот примерно, да, основные понятия по некоторым лингвистическим, по некоторым разделам лингвистики. Они переходят из класса в класс, из курса в курс и так далее. Значит, каким образом дальше строится работа? Организуется учебное исследование. Все наши учебные исследования организуются на основе информационной копилки, то есть сбор слов, предложений, потом будут тексты, и на основе этой копилки проводятся игровые тренинги или какие-то, как мы с детьми назвали, слово изменения и наблюдения за изменениями. То есть мы какие-то процессы совершаем с теми элементами, с которыми работаем, и потом смотрим, что же там происходит, и делаем какие-то выводы. Эти копилки собираются под какую-то проблему. То есть у нас может возникнуть проблема, и для того, чтобы ее решить, нам нужно вот этот способ определить, выстроить шаги. Иногда бывает так, особенно с малышами, мы играем на копилке, а потом проблема вот появляется, особенно когда мы выходим на какое-то орфографическое правило. Ну и выстраиваем закономерности. Значит, вот, к примеру, что у нас в результате. Время ограничено, я вам сразу же результат показываю. Значит, например, по таким непростым понятиям, как части речи, которые учим-учим из года в год и с успехом забываем и путаемся в старшей школе, у нас набирается копилка паспортов. Значит, мы называем не элемент, а объект, имя признака сокращаем признак, и значение имени признака тоже сокращаем. То есть, ну вот дети у нас привыкают, стремится к экономии, и наши паспорта выглядят таким образом. Значит, в чем особенность? То есть, что ни один признак ребенку не дается в готовом виде, вот именно на копилке, на которой мы играем, играем в игровые тренинги, мои друзья, Донетка та же самая, я беру тебя с собой и так далее. И все эти признаки исследуются, и паспорт части речи, например, заполняется постепенно. То есть, мы можем начать его в третьем классе, а закончить в пятом. Ну, наши условия это позволяют, потому что у нас один учитель, он может работать и в третьем, и в пятом классе потом подхватывать. Дальше, в чем особенность? Вот по всему курсу у нас вот такая копилка паспортов собирается. Вот здесь перед вами два паспорта, вот я еще показала вам здесь синтаксис. Но на самом деле их очень много. Мы заводим с детьми свои собственные справочники. То есть, по сути, справочник им потом заменяет учебник. То есть, это большая исследовательская работа, которая пролонгирована во времени. И когда они уходят из школы, вот первое, что они забирают, они забирают этот справочник. Потому что это их собственная, во-первых, работа, и она им очень нужна. Они это понимают. Во-вторых. Паспорта еще с детьми выстраиваем. И таким образом мы их отшлифовываем, смотрим, какие признаки, меняем и так далее. Это вообще серьезная работа исследовательская, очень интересная, дети любят. Таким образом, чтобы в самом паспорте, вот из паспорта можно было вытащить как можно больше информации вообще. То есть, вытащить определение. То есть, вот, например, по этому паспорту я могу составить определение части речи, имя существительное. Дальше, по этому паспорту я могу дать определение, одушевленные имена существительные – это какие. Одушевленные имена существительные – это такие имена существительные, которые обозначают живой предмет. Например, нарицательные – это какие, которые называют группу однородных предметов и так далее. То есть вот была задача с детьми именно в этом, паспорт как можно больше систематизировал, точнее, вернее, собирал информацию вполне, и как можно больше информации оттуда можно было вытащить. Значит, по всему курсу составляются паспорта, дополняются в течение их изучения признаки, ну и на самом деле в процессе работы с каждым признакам очень много творческих заданий, то есть не только работа с копилками, выявление закономерностей, ну вот, например, когда мы изучаем имена существительные, нарицательные и собственные, это начальная школа, да, чтобы вы понимали, вот детям предлагаются карты, это карты с полей интернета, они там сами рисуют карты, я могу использовать ресурс каких-нибудь проектов их карты, и вот, пожалуйста, значит, здесь придумайте название разным объектам, да, тут можно и проблемы сформулировать, тут можно, ну, просто гору разных творческих заданий, причем как простых, то есть игры организовать, можно составлять ребусы, можно, например, собирать копилки, придумывать слова с удвоенной, согласной, да, копилка имен существительных с удвоенной, согласной, например, да, там название необычных растений, ну и так далее, и так далее. Например, вот, когда мы с детьми изучали фонетику, у нас вот эта карта работала как звукоморье, да, страна звукоморья, и мы давали название объектам, вот, исходя из функции звукоморья, значит, что там может быть, как называется, кто там живет, какие жители живут, как они выглядят, что они там делают и так далее. Вот у нас есть образы, помощники наши, которые мне непосредственно помогают, особенно с детьми в младшей школе, какие-то процессы у них вот закрепить, да, образ дать. Например, вот у нас есть такой вредитель звукомор, образ придуман дневной, он, я подглядела его в одной из работ Цукерман, он очень понравился детям, и они просто на самом деле здорово с ним работают. Значит, что делает звукомор, да, звукомор, он живет в слове, и слово это, значит, что-то делает со звуками, да, процессы там определенные. Он любит проглатывать, да, вот, например, если звукомор вот в этих словах, где живет звукомор, задание, да, честное, что он сделал? А он проглотил, и в результате что у нас там появится? Проблема у нас там появится. Какая появится проблема? Варежка, что сделал звукомор, а он заменил нам звонки на глухой, да, парный согласный. Какая проблема у нас там появится и так далее. То есть вот с помощью таких образов, таких приемчиков мы выходим на проблемы, под которые тоже собираем копилки, и потом уже организуются исследования. Дальше по этим паспортам играем для того, чтобы понятие было прислоено детьми, закрепилось, и вот одна из игр, Алла Александровна рассказывает про загадки, это тоже ее модель, загадки на основе паспорта. То есть мы можем загадывать сам объект, да, вот он закрыт у нас, сам объект. И тогда загадка звучит так. Про эту часть речи мне рассказали, что она отвечает на вопросы, кто что обозначает предмет, может обозначать живой и неживой предмет и так далее. Вопрос, какую часть речи мне загадали. Когда набирается много паспортов, да, вот эти загадки здорово помогают актуализировать и систематизировать представление детей о, например, там, о частях речи, о каких-то понятиях. Значит, я могу загадывать не объект, я могу загадывать признак. Тогда загадка будет звучать следующим образом. Про имя существительное мне задали вопрос, на который ответила предмет. Какой вопрос мне задали? И я могу уже загадывать значение, да, то есть открыт объект, открыт признак, и тогда вопрос, как может, например, изменяться имя существительного. Вот, под это отводятся отдельные уроки. Дети очень любят работать в паровых группах. И обратите внимание, здесь не только отрабатывается предметный материал, здесь отрабатывается вообще умение работать с вопросами. А мы понимаем, что вопрос, на самом деле, это один из основных инструментов познания. То есть как научить ребенка вообще задавать умный вопрос. Так, ну вот дальше еще пример работы, когда уже информационной копилкой являются не слова, а часть слов, и когда мы работаем непосредственно со словом изменения. Одно из самых трудных понятий, которые дети, вот в моем опыте, усваивают очень долго, это склонение имен существительных. Может быть, из своего опыта помните. Что такое склонение, не знает ни один ребенок, на самом деле. Ни в третьем классе, ни в десятом. Они помнят только лишь, как определить склонение. А вот что такое склонение, не знать никто. Я думаю, сейчас вам задай вопрос, вы тоже вряд ли на это ответите. Вот. Ну, если вы не предметники, то вам и можно про это и не помнить. Так вот, значит, какая работа здесь проводится? Смотрите, значит, дети уже знают, что вообще слова мы изменяем, мы много с ними работаем. И, значит, сначала дается копилка слов, там, с определенными окончаниями. Вот они, одушевленные, недушевленные, пара дам, все эти признаки уже здесь не пройдены. Потом слова убираются, прямо на лоске их пишем, стираем, и остаются окончания. И у нас получается вот такая матрица окончаний. Видите, да, матрица окончаний. Вот у каждого ребенка такая табличка, можно их в парах. И вот затем у них задание найти, например, какие существительные дружат между собой. Видите, что это уже более высокий уровень мыслительной деятельности, очень сложный. Я на разные возраста примерялась. Вот в этом году попробовала в третьем классе. Четвертый, там, по-разному идет, попробовала в третьем классе, например. Если класс сильный, то материал берут. То есть к этому материалу надо ребенка подготовить. Затем найдите в закономерности, если существительное, женское, мужского рода в именительном падежении, это окончание ая, то, ну вот они должны это увидеть, то у них будут одинаковые падежные окончания, например. Ну и так далее. Вот этих закономерностей на самом деле можно находить здесь много разных. И уже для них присвоение материала идет совершенно на другом уровне. Мы два урока с этой матрицей работаем. И посмотрите, значит, вот работа с понятием, несколько этапов. Значит, первое, мы работали со словами, изменяли. Второй этап, мы убрали слова, то есть уже пошла модель на самом деле, матрица. И вот только на третьем этапе, когда они, здесь можно игры устраивать на этой матрице, и вот когда присвоен материал, только на этом этапе вводится понятие склонения. То есть посмотрите, что мы делаем. А вот мы теперь увидели, что оказывается, есть существительные, которые склоняются, вот имеют одинаковое падежное окончание. Так вот это что за существительное? Ну и вот вводится термин. Вот изменение по падежам называется склонение. Мы делаем вывод, слов-то имен существительных много, а склоняются они всего лишь по трем типам. То есть у них изменение окончания всего вот три вида изменений. Вот и ввели три типа. То есть склонение – это процесс на самом деле. Ну а вот уже как определить склонение? Да, что как определить, когда нам нужно склонение? Когда мы уже потом встречаемся с орфограммой? Как быстро определить склонение? Это учебная задача. Я же не могу. Можно, конечно, просклонять слово. Слово Кати. Какого склонения? Ой, склоняю, вспоминаю. Как быстрее? Ну вот группы тоже работают и приходят к выводу. На самом деле вот он, главный падеж именительный. Вот если я в именительный падеж поставлю, посмотрю на эти окончания, то мне в принципе будет понятно. Ну, я быстро объясняю. Работа на самом деле длительная и малышами усваивается непросто. Я повторяю потом еще в четвертом классе. То есть я хочу вам просто сказать, что над теоретическим понятием порой требуется поработать, посидеть довольно-таки долго. Но зато это облегчает вообще понимание, как все в языке устроено, что с чем связано. Так, ну я уже бегу дальше. Да, у вас осталось две минутки буквально. Литературу я тогда не буду трогать. Значит, вот мы выводим правила, выявляем языковую закономерность, орфографическо-пунктуационного правила все учащиеся. Это модель, шаблон исследования, предложенный Алла Александровна, она руководитель нашей площадки. Значит, здесь то же самое, что представлено было там выше на слайде, только здесь, когда мы выводим закономерность, да, если кто. Мы ее потом проверяем. Или культурный образец, если недостаточно времени, это может быть правило, это может быть добираем копилки. Потом мы формулируем правило и отработку навыка. Значит, правило, вот я хочу показать, но это пропущу. Значит, посмотрите, правило, как мы формулируем. Мы можем ее оформлять, оформляем, вернее. А не формулируем, а оформляем. Совмещение противоположностей. То есть вот у нас в наши справочники вот эти орфографические правила все входят. Можем рисовать модели, видите? Вот, например, модель, моделируем. Можно рисовать образами и так далее. И потом они как раз учат уже именно эти правила, а не правила учебники. Вот так мы, например, можем работать еще с орфограммами, да? То есть системный лифт как инструмент очень активно используется. То есть с орфографией, моделирования разных, там орфографические задачки, например, там мы говорим, да? Вот такого рода. Но это уже более такой сложный вариант, когда они должны заполнить пропущенные прямоугольнички в системном лифте, там, где знаки вопроса и так далее, да? Это вот, например, системный лифт, как он работает, когда мы уже отрабатываем по какой-то части слова, да? Мы отгадываем, что там может быть, какие варианты могут быть, да? Значит, здесь очень важно, что, например, часть слова зависит от надсистемы. То есть подсистема зависит от надсистемы. То есть то ли смотрите, то ли смотрите. Непонятно. Потому что если смотрите, это глагол одной формы, а смотрите, это глагол уже повелительного наклонения. То есть нам надо проверять систему. Ну, работа с алгоритмами. Значит, после введения правила дети составляют сами алгоритмы. Сначала с помощью учителя, потом сами. И здесь, конечно, в алгоритмизации очень важно, понимают ли дети последовательность, какие признаки идут в начале, какие потом. И это как раз систематизирует все их представления и связывает воедино все их знания, которые они получили. Мы составляем алгоритмы не только по орфограммам. Вот как разобрать глагол по составу. Одна из самых трудных частей речи для разбора глаголов. Усвоим глагол, мы усвоим потом хорошо причастие, депричастие, отглагольные всякие штуки. Поэтому с глаголом сидим. Хорошо. Создание творческого продукта. У меня есть курс текстоведения, реализую. То есть у меня есть такая возможность вести. Он как бы из двух частей состоит теория-практика. Но даже теория, она вся подается как в формате исследования на самом деле. И потом мы очень много работаем со всякими речеведческими штуками. Создаем трупы и фигуры сами. То есть моделируем, сами создаем. Всякие средства художественной выразительности, метафоры, олицетворения, ну и так далее, и так далее. И работаем обязательно с текстами. Ну, литературу я тогда трогать не буду. Остановимся на русском языке. Все, спасибо за внимание. Да, трогать уже литературу нет времени. Времени, да. Потому что там... Затронем ее на другой какой-нибудь тоже сессии нашей. Да, хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое.